МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как новосибирцы оценивают уровень жизни в сибирской столице? Для чего мошенникам социальные сети? И что ждет российских госслужащих? Аналитики одного из порталов поиска недвижимости составили рейтинг городов, население которых удовлетворено качеством жизни. Оказалось, что Новосибирску досталось лишь 33 место. Иными словами, новосибирцы не удовлетворены уровнем жизни в собственном городе. Первое место досталось городу Кудрово в Ленинградской области. На третьем месте расположилась Москва. Последнее место из 200 занял город Шахты. Отмечу, что эксперты оценивали, хватает ли жителям ежемесячного дохода для комфортного проживания, спрашивали, устраивают ли их цены в магазинах, рядом с домом и стоимость коммунальных услуг. В России растет число мошеннических преступлений, связанных с социальной инженерией. Иными словами, злоумышленники захватывают аккаунты в социальных сетях под разными предлогами, а затем выманивают у своих жертв деньги. Предлагаю послушать, что по этому поводу думает эксперт. Техника действия злоумышленников очень простая. То есть идет захват аккаунта в социальной сети, и от этого аккаунта по спискам друзей идет распространение информации. Приблизительно у меня там проблемы, перечисли мне, пожалуйста, денег, или одолжи мне такую-то сумму, вот там вот кошелек, или номер карты, или нужно помочь такому-то человеку, очень хорошему человеку, мы всем миром собираем, вот номер карты, и, пожалуйста, туда перечисляйте деньги. Чем пользуются злоумышленники? Они пользуются тем, что большинство пользователей социальных сетей не перепроверяют ту информацию, которая приходит от их контактов. Задача злоумышленника в моменте получить максимальную прибыль. Вот это возможно как раз атакуя экономически активное население. Каждый пятый россиянин собеседовался с роботом. Об этом сообщает популярный сервис «Поиск работы». Робот проводит первые этапы отбора на вакансии или отвечает на вопросы о ней в режиме диалога по телефону в мессенджерах или чатах. Согласно исследованию, 62% респондентов знакомы с таким роботом, 38% не слышали о нем. Чаще всего с машиной имели дело жители Санкт-Петербурга и респонденты из Москвы. Примечательно, что третий из тех, кто общался с ботом, нейтрально относится к этому. И лишь 10% респондентов считают, что это удобно. Сократить одних, чтобы добавить другим. В следующем году страну ждет реформа государственного управления, сообщила замминистра финансов России Татьяна Нестеренко. Это приведет к увольнению большого числа госслужащих, а освободившиеся средства пойдут на повышение зарплат тем, кто останется. Делают это для того, чтобы кардинально повысить денежное довольствие чиновников. Сокращение госаппарата пройдет в два этапа. Уже в следующем году численность госслужащих в федеральных органах власти сократят на 10%, в территориальных на 5%. В 2021 уровень сокращения в регионах достигнет 15%. Второй этап предполагает и структурные изменения госаппарата. Территориальные органы министерств и ведомств укрупнятся и преобразуются в филиалы. Это будут компактные офисы, которые займутся решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил необходимость развития российских городов с учетом их перспектив. По словам Медведева, необходимо развивать инфраструктуру. Он отметил, что на ближайшие три года из федерального бюджета муниципалитеты получат на эти цели 400 миллиардов рублей в рамках программы благоустройства городов. Мы должны принимать решения с расчетом на будущее, с учетом технологических решений, градостроительных документов, планов, стандартов, которые есть, но все-таки ориентированные на будущее. Надо мечтать, даже если эти решения воплотятся в жизни сегодня, а завтра, подчеркнул премьер. И напоследок. Необычный способ сэкономить на услугах ЖКХ, придуманный новосибирцами, не понравился прокуратуре. Ведомство потребовало закрыть сайт, где рассказывалось о способах намагничивания счетчиков ЖКХ. По мнению назорного ведомства, это незаконно. За подобные действия предусмотрена административная, даже уголовная ответственность. Через суд прокуратура добилась блокировки сайта. На этом у меня все. Вы смотрели деловые новости. В студии был Дмитрий Белькевич. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ.